Всем привет! Вы на канале Злада ТВ и с вами ваш тренер Забинков Андрей. И это рубрика «Новость футбола тренера». Сегодня предлагаю вам поговорить о назначении Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Если сказать по правде, неожидаемый для меня был выбор со стороны Российского Футбольного Союза. Объясню почему. Потому что до этого, после того, как Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России, после, естественно, неудачного выступления команды на Евро 2020, можно сказать, ужасного выступления. Теперь объясню почему. Потому что в СМИ после этого увольнения Черчесова говорилось о том, что, возможно, сборную возглавят три тренера. Но, в принципе, если брать в общем, то вообще никто не хотел возглавлять сборную России. И, думаю, до сих пор не хочет. И Карпина, когда назначили, я думаю, он с таким нежеланием это сделал. Хотя, не знаю. Возможно, и все-таки он мечтал быть главным тренером сборной России когда-нибудь. И вот этот час, момент наступил. Вот. И было три претендента. Конечно же, это Валерий Карпин, Бердыев второй и третий это Симак. Так. Поговорим по отдельности о каждом. Начнем, наверное, с Симака. Не знаю, было ли официальное, неофициальное предложение Симаку возглавить сборную. Если все-таки оно было, но это никак не проинформировано в прессе, не озвучено. И, если и было, то эта встреча была тайной. Поэтому, я думаю, если предлагали Симаку возглавить сборную России, то он, естественно, на мой взгляд, бы отказался. Не знаю, был ли отказ на самом деле, так как не знаю, об этой встрече была она, либо не была. Ну, не в этом дело, но дело в том, что Симак бы, нету ему смысла возглавлять сборную Россию, покидать богатейшую российскую команду по всем параметрам, денежным и так далее. Поэтому вариант это такой был, ну, не знаю, ради мечты какой-то, если она есть у Симака, когда-либо возглавить эту сборную Россию. Вот. Ну, тем не менее, Симак, думаю, бы отказался и не возглавлял сборную Россию. Ну, причина понятна. Он в Зените, у него все хорошо, он чемпион России, действующий. И, в принципе, его любят не только руководство, но и болельщики. То есть, он для Питера как символ, можно сказать. И уходить оттуда, где тебя любят и где тебе хорошо платят, кормят, одевают, нету резона. Тем более, в нынешнее время, в нынешнюю сборную России. До этого же, я еще раз повторюсь, не хотел вообще никто возглавлять ее именно из российских тренеров, так как нет ресурсов, я имею в виду игроков. Что потом в итоге скажет и Карпин? Теперь Бердыев. То, что касается Бердыев, на мой взгляд, это человек был, который более из всех вот этих трех вариантов самым лучшим. Объясню, потому что он, во-первых, опытный, он такой дядька Черномор. Именно, на мой взгляд, должен быть тренером именно такой человек, да? Хотя все наелись Черчесовым, дядькам Черномором. И как бы менять на что-то подобное. Но вы не сравниваете Черчесова и Бердыева. На мой взгляд, Черчесов вниз уходит, а Бердыев выше планки. Так что, это было бы назначение очень интересным, по крайней мере. И не знаю, выходили, не выходили на Бердыева. И в чем причина, почему его не возглавили. Если честно, я думал, что 90% именно Бердыев возглавит сборную России. И не один я так думал. Многие специалисты, тренеры, игроки и так далее. В общем, пол России, да? Думало, что все-таки Бердыев будет главным тренером. Но в итоге новость, на то и есть новость, замечательная, быстрая, великолепная, возглавляет сборную России Валерий Карпин. Помним мы Валерия Карпина как футболиста сборной России. Это был такой, я напомню, игрок с характером. Не было у него там таких каких-то качеств, техники, неимоверной скорости, дриблинга. Просто в то время, когда он играл, сборная России была такая патриотическая, где играли такие настоящие герои, которые за Россию будут рвать, метать. Вот он именно такой игрок с характером, который бьется на поле до последнего и никогда не сдается. Но он был не один таким игроком, было их там несколько, например, Евсеева, напомню, да? Напомним мы его знаменитый клич против сборного Вильса, но не будем уже называть эти слова. Итак, Валерий Карпин в итоге, ну в принципе, он возглавляет сборную России и в принципе он таким же и становится тренером. С характером, который просто так не даст плюнуть в свой огород, либо камень, тем более в спину. И когда вот эти вот все претенденты, три претендента ходили по интернету, мол, кто-то из этих трех тренеров возглавит сборную России. И, конечно же, у них спрашивали, и мне запомнился комментарий как раз-таки Валерия Карпина, когда у него спросили, хочет ли он возглавить сборную России, на что он ответит. То есть я так дословно не буду говорить именно, что он говорил, но примерно смысл его, что, конечно, нет, мол, ну, сто процентов ответа такого не было. Но а с чего, он говорит, выбирать? Нету ресурсов, нету игроков-футболистов для этой сборной России. Вот. Поэтому и такого мнения все тренереры, которые сейчас есть в российской премьер-лиге, в российском футболе, они все такого мнения, что и поэтому никто на этот пост не очень-то и хотел. А на мой взгляд, зря. В итоге Карпина как-то уговорили. Он, естественно, поставил там какие-то свои условия, на что, я думаю, российский футбольный союз пошел и согласился. Но вопрос в другом. Почему именно выбрали с Бердыева и Карпина? Если с Бердыевым не договорились там о какой-то денежной сумме, хотя это российский футбольный союз, деньги есть. И я не думаю, что тот же бы Карпин пошел бы в сборную работать за банан и тарелку супа. Я не думаю, что в этом причина, почему Бердыев не возглавил все-таки сборную России, не денежную. Что-то там произошло другое. Хотя, ну, на мой взгляд, наверное, это причина, что прошлый тренер Черчесов был примерно такого же возраста, как и Бердыев. И Российский футбольный союз захотел что-то новенькое, помоложе. Да, и было два варианта. Семак и Карпин. Семак в Зените, у него все хорошо, поэтому его, может, и не дергали. Карпин в Ростове. Он действующий тренер Ростова. И, к слову, в первом туре в новом сезоне российской премьер-лиги Ростов уступает дома московскому «Динамо» со счетом 0-2. Карпин находится не на посту, не на тренерском мостике с командой, да? Не на лавке там запасных, а находится на трибуне и уже смотрит глазами тренера сборной России на этот матч. И сейчас ходят такие вот мнения, мол, правильно ли, неправильно, если Карпин останется во главе сборной России и Ростова. То есть, вот такое мнение. Конечно же, большинство специалистов, не специалистов, простых людей говорят, что это неправильное решение. И сам Уткин, журналист, говорит, это будет провал. Выскажу свое мнение насчет этого. Мне-то кажется, тоже это неправильное решение. Объясню почему. Потому что, когда тренер тренирует команду, и при этом он должен просматривать футболистов за других команд, то это не так действует. Потому что он, во-первых, смотрит на ошибки своих игроков, своей команды. А соперник – это для него враг. То есть, соперник. И тут начнутся, могут начаться перепалки, да, какой-то недолюбки игрокам. И в итоге он не будет их вызывать. Поэтому Карпину, конечно же, нужно уходить с поста главного тренера Ростова и заниматься только сборной России. Он должен приходить на матчи и просматривать эту игру игроков, как потенциальных игроков для сборной России. А не смотреть на матч, как на соперника и свою команду. Да, на свой, чужой делить. Он должен смотреть российских футболистов, вызывать их и строить новую сборную. Но, если честно, мне кажется, ничего там сильно в сборной не поменяется. В принципе, все останется так же. Где-то вернут старых, новых футболистов, которые вызывались, потом не вызывались. В итоге так слепится эта сборная России. Но слабее она не станет. И там еще конфликт с Дзюбой. И, если честно, я бы Дзюбу уже и не вызывал. Они свое евро отыграли. Нужно давать дорогу молодым. Тем более, если есть конфликт у тренера и у игрока. Но Карпину решать. А вы свое мнение насчет вот этого назначения и перспектив сборной России на будущее? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. У меня на этом все. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok